Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Сегодня в России день траура. Жертв Кемеровского пожара вспоминали и в Сочи. Проверки пройдут во всех крупных торгово-развлекательных центрах города. Особое внимание действиям персонала. На сочинских кладбищах началась уборка территории, а жителям готовы помочь с инвентарем. В Сочи женщина с канцелярским ножом пыталась ограбить банк. Задержал ее случайный прохожий. Сегодня в России день траура по жертвам пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Я напомню, в огне погибло 64 человека, а 41 из них – это дети. 12 человек по-прежнему остаются в больницах. Сегодня в Кемерово прошли похороны 15 погибших в этой трагедии. По всей стране в день общенационального траура приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Практически во всех городах сегодня прошли траурные митинги. Страна скорбит по погибшим. Кемерово «Мы с тобой», «Дети, простите», «Скорбим вместе с вами». Эти слова на устах каждого из пришедших на траурный митинг. Со вчерашнего дня сюда, на импровизированный мемориал на улице Новогинской, сотни сочинцев продолжают нести цветы, свечи и детские игрушки. Жители города Сочи не остаются безучастными. И вот эти цветы и игрушки, которые несут горожане к этому месту, еще раз напоминают о том, что мы едины, мы должны помнить. Это катастрофа, которая заставила вздрогнуть всю нашу страну. Но кемеровичане должны знать, что они не одиноки. Мы вместе с ними. Пожар в Зимней Вишне стал трагедией не только для родственников погибших и жителей Кемерово. Он стал трагедией всей страны. Страшное горе от потери 64-х человек, большая часть из которых – это дети, отзвалось болью и в сердцах сочинцев. Второй день у мемориала сотни неравнодушных. В глазах слезы и один на всех вопрос – как можно было это допустить? Это вот все наше, вот это вот на авось. Когда делаешь лишь бы деньги, деньги, деньги. Мы что-то теряем в нашей жизни, настоящее. Это наше горе общее. Поэтому мы пришли поддержать, потому что немыслимо, что что-то случится с нашими родными, с нашими детками. Мы скорбим вместе с Кемеровым. Милые дети, простите, действительно, простите нас, что не смогли уберечь вас в этой жизни. Очень страшно, что в мирное время погибают дети. Для меня это личная трагедия, правда. На митинге собралось много детей. Школьники в руках держат рисунки. На листках бумаги – детская боль от произошедшего. В руках – белые воздушные шары. Их выпустили в небо в память о тех, кто не смог выбраться из огненной ловушки. Тысячи цветов возложили сочинцы к мемориалу памяти. Зажгли сотни свечей. Эта трагедия навсегда останется в сердцах каждого. И каждому нужно постараться сделать все, чтобы она никогда не повторилась. На Кубани продолжаются масштабные проверки торгово-развлекательных центров. Специалисты разбираются, как обстоят дела с пожарной безопасностью в подобных комплексах. О результатах инспекции губернатору и прокурору края доложили на селекторном совещании. В заседании участвовали не только правоохранители, главы городов и районов, но и представители крупных торговых центров краевой столицы. Все подробности знают наши краснодарские коллеги. Этого совещания не было ни в одном рабочем графике губернатора. Оперативное заседание с правоохранителями и главами районов Вениамин Кондратьев проводит внепланово. Начать встречу руководитель региона предлагает с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. Страшный пожар в торговом центре в Кемерово унес десятки жизней. Большинство погибших – дети. Кто виновен в трагедии, сейчас выясняют следователи. По некоторой информации, в здании были закрыты выходы для эвакуации. Для Краснодарского края случившееся должно стать уроком, говорит Вениамин Кондратьев. Сегодня необходимо проверить, насколько безопасна организована работа торгово-развлекательных центров на Кубани. И здесь не может быть никаких договоренностей и компромиссов с их владельцами, обозначил свою позицию губернатор. Жизнь намного важнее любых экономических дивидендов. Тем более жизнь ребенка. Наши дети ходят в те же самые или в такие же торговые развлекательные центры. Правильно президент сказал? Равнодушие на части, халатность, разгидяйство – это причина того, что произошло. Вот наших коллег. Видите, слишком дорогая цена. Слишком дорогая цена. Кроме того, важно, чтобы сами сотрудники торговых центров знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Для этого Вениамин Кондратьев поручает провести пожарно-тактические учения, во время которых будут отработаны все варианты эвакуации людей и определены подъездные пути спецтехники. Учения покажут, насколько сегодня на автомобиле готов торговый центр к чрезвычайной ситуации. Учения, только учения покажут, насколько понимает персонал торгового центра, именно персонал и охранники, что нужно делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Где у них пожарные выходы, где у них огнетушитель. По вашему поручению уже такую работу проводим. И вот на примере могу сегодня сказать. В Анапе, в торгово-развлекательном комплексе прошли такие учения с полной эвакуацией, с отработкой действиями персонала. Со вчерашнего дня в крае развернут межведомственный штаб. Проинспектированы уже несколько торговых комплексов региона. Я думаю, что те задачи, которые вы поставили, буквально на текущей неделе мы проведем соответствующие учения. Не на следующей неделе, а на этой неделе. Еще раз подчеркиваю, у нас нет времени. Каникулы уже идут. Каникулы идут. Поэтому у нас максимум 3-4 дня хватит у нас сегодня возможности, чтобы учения организовать и провести. Но мобилизовывать меры противопожарной безопасности нужно не только в первые месяцы после трагедии, отмечает прокурор Края. Все проверки нужно проводить хотя бы раз в полгода. Тревоги, о чем говорили. Я думаю, что периодически их нужно проводить. Нужно посмотреть по законодательной базе, насколько они так, к чему относятся. И если к проверочным мероприятиям не относятся, то нужно обязывать тех, кто сегодня эксплуатирует эти здания, сооружения, ежеквартально, раз в полугодие, но обязательно проводить тренировки. Все будет наглядно. Все сразу увидят, что не хватает, что нужно делать и все. Сами руководители торговых центров Края заверяют, в их зданиях соблюдены все правила безопасности. Во многих буквально на прошлой неделе проводили инструктаж сотрудников и обновили схемы эвакуации. Мы постоянно уделяем внимание пожарной безопасности. Арендаторы нас за это, можно сказать, не любят, потому что мы проверяем их регулярно. Любые изменения, связанные с перепланировкой, с помещением, с проведением каких-то технических работ, обязательно согласовываются у нас с пожарной службой. Мы уже провели сегодня утром учения сотрудников охраны, проверили их знания правил противопожарной безопасности. Перед каждым сеансом у нас идет в рамках предсеансного ролика, идет ролик, показывающий планы эвакуации конкретного кинозала, куда люди могут пройти, чтобы покинуть место просмотра фильма в случае чрезвычайной ситуации. Мы изначально строились с учетом всех потенциальных рисков, начиная от сейсмической ситуации, заканчивая пожароопасными всякими периодами. Мы в принципе не знаем такого, чтобы какая-то дверь была закрыта на засов, запор, и, не дай бог, навесной замок, велосипедный, цепь. Ну, то, с чем мы столкнулись в этих трагических событиях, мы, конечно, немножко удивлены. Все результаты проверок и итоги учений Вениамин Кондратьев пообещал лично проконтролировать. Допустить подобной трагедии на Кубани просто недопустимо, заявил губернатор. Погибли. Самое главное будущее – это дети. Дети. И невольно у каждого нормального человека в сердце, естественно, тут же йокает. Мы занимаем одно из лидирующих мест в России по количеству торговых центров. И наши дети тоже ходят в эти торговые центры. Это селекторное совещание, оно должно быть отмашкой для того, чтобы на самом деле не просто для формы, а по содержанию проверили максимально сегодняшнее состояние торговых центров, которые находятся на территории Краснодарского окраина. Давайте сделаем все. Все возможное от нас. Чтобы на Кубани этой трагедии никогда не было. Никогда. Вот здесь не может быть никаких договоренностей и никаких компромиссов с владельцами и руководителями вот этих торговых комплексов. Не может быть. Потому что слишком дорогая цена этих компромиссов. Мария Крошная, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар. Ну, конечно, трагедия в Кемерово, не оставившая равнодушным никого, в очередной раз подняла вопрос безопасности торгово-развлекательных центров всей страны. Постановление проверить объекты поступило от Генпрокуратуры. В Краснодарском крае провести инспекции распорядился губернатор Вениамин Кондратьев. В Сочи самым посещаемым и крупным центром является Моримол. Он и стал первым в списке комиссии. Конец рабочего дня в обычном многолюдном торговом центре пусто. По тревоге всех посетителей персонал оперативно эвакуировали. Правда, тревога учебная. Комиссия во главе с вице-губернатором и представителем МЧС проверяет действия пожарных при возможных ЧП. Особое внимание состоянию путей эвакуации, наличию подъездных путей, пожарно-спасательной техники и мест для остановки подъемных механизмов. Несмотря на нескланированность этой акции, в целом действия персонала были достаточно высококвалифицированы. Сегодня мы увидели в Моримоле, что системы этого торгового центра готовы. В действиях персонала есть определенные широковатости, но я думаю, что у персонала объекта есть еще время, по крайней мере, до завтра, для того, чтобы еще раз подкорректировать эту работу в целом. Проверка прошла на хорошем, удовлетворительном, скажем так, уровне. Отдельно проверяющие обратили внимание на систему эвакуации в кинозалах кинотеатра «Люксор». Препятствия для экстренного выхода из замкнутых помещений быть не должно, а пути для эвакуации должны быть понятны, ведь во время ЧС читать схемы никто не будет. Представители торгового центра все замечания от надзорных органов взяли, что называется, на карандаш. Был выявлен ряд рекомендаций для повышения эффективности нашей работы. Мы это, естественно, учтем и будем руководствоваться в дальнейшей работе. Несмотря на то, что из-за учебной тревоги посетителям торгового центра и сотрудникам пришлось поменять планы, все отнеслись к процессу с пониманием и максимально серьезно. Повторение кемеровской трагедии допустить нельзя. После вчерашней трагедии я вчера сюда побоялась приехать. Сегодня попало как раз в момент эвакуации. Как это все быстро прошло. Люди не бежали, не паники. Буквально, по-моему, за 10-15 минут. Научимся на ошибках. Теперь люди уже понимают, для чего это. Не буду видеть, что мы отвлекаемся. А посмотрел по народу, все понимают с пониманием. Я за, только за. Если бы вот такие плановые эвакуации и учения проводились ежемесячно хотя бы, то Кемерову бы точно не случилось. Это однозначно. Такого же мнения придерживаются и проверяющие. Учиться собственной безопасности, требовать обеспечения безопасности от собственников торговых центров нужно постоянно. Это проверка лишь начало большой работы в Сочи и по всему краю. В течение недели все крупные торговые развлекательные центры будут проведены. Везде будут проведены учебные тренировки по пожарной безопасности с эвакуацией людей. И по действиям персонала, оперативных групп, по реагированию таких нештатных, нечаянных ситуаций. Что касается Моримола, сюда комиссия придет еще раз. Уже в апреле здесь проведут масштабную проверку от государственных пожарных инспекторов, в ходе которой проверят, все ли предписания устранены. Елена Овсецовна, телекомпания ФКТ. Но кроме Моримола, подобные проверки пройдут во всех восьми крупных торгово-развлекательных центрах Сочи. Также основная задача провести в больших магазинах учения среди персонала на случай пожаров. Об этом говорили на совещании в администрации города. В зале мэрии представители всех крупных торговых объектов курорта, владельцам торговых центров и больших магазинов и рынков еще раз напоминают. Проверки пожарной безопасности коснутся всех без исключения. Проверять будут тщательно, а недочеты владельцы торговых точек обязаны будут устранить в самый короткий срок. Обращаю внимание непосредственно на действия персонала. Это очень важно. Дали на пути эвакуации системы оповещения обнаружения пожара. Весь комплекс безопасности будет отработан в ближайшее время. Именно персонал зачастую слабое место торговых объектов. Поэтому задача собственников магазинов – провести внутренние учения. Каждый из работников должен четко понимать, как действовать при пожаре и как помочь посетителям найти пути эвакуации. Тотальные проверки коснутся всех восьми крупных торгово-развлекательных центров Сочи, а также еще 42 торговых комплексов и рынков с массовым пребыванием людей. Сегодня здесь собрались все собственники торговых центров, торгово-развлекательных центров, для того, чтобы они спланировали и до воскресенья провели все учения с привлечением надзорных органов, для того, чтобы они понимали, еще раз проверили наличие пожарной безопасности, как технической, а самое главное, так и физической. Проверка на входе в магазин не должна быть формальной. Напомнили на совещании и добавили, собственники и арендаторы в случае ЧП несут персональную ответственность. Они должны помнить, что цена погони за выручкой может быть крайне высока. Инспекция объектов торговли и развлечений будет проходить в ближайшие пару недель, а перед стартом курортного сезона полицейские проведут собственные внезапные проверки торговых центров на предмет безопасности и не только пожарной. Ну и к другим новостям. В Сочи местная жительница пыталась ограбить банк, задержал ее случайный прохожий. Местная жительница, надев темные очки, медицинскую маску и взяв канцелярский нож, подкараулила кассира, когда та выходила из офиса. Угрожая ножом, женщина потребовала отдать ей все деньги, но получила отпор. Злоумышленница попыталась скрыться, но была задержана случайным прохожим. Когда уже там была потасовка, женщина одна выбежала в темной одежде. Я встал на ее пути и не дал дальше ей уйти. В отделе полиции 40-летняя Сочинка созналась в саде, и нам сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Известно, что задержанная готовилась к этому преступлению. У нее изъята медицинская маска, темные очки и перчатки. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 31 марта в Сочи объявлен субботник. Жители города убедительно просят накануне Пасхи посетить могилы своих родственников и навести там порядок. Сотрудники управления по организации похоронного дела рассказывают, за могилами родственников ухаживают не все. Бывают очень заброшенные захоронения. Приходится даже обзванивать и приглашать людей, а порой и слышать в ответ отказ прийти. Хотя по христианским традициям святой долг – оберегать могилы своих предков. Сейчас для горожан созданы все условия и даже не надо брать с собой инвентарь. Достаточно прийти и у входа на городские кладбища получить веник, лопату, мешки для мусора. Будут 31 марта организованы и дополнительные рейсы машин САХА. На 31 число назначен общегородской субботник, в связи с чем огромная просьба у меня к жителям нашего города не быть безучастными, а прийти на могилы родных и близких и осуществить уборку. Мы должны к Пасхе подойти с чистыми убранными территориями кладбища. Уже сейчас сотрудники управления по организации похоронного дела обрезают нависшие ветви деревьев, где надо подкрашивают заборы и в целом приводят в порядок территорию кладбищ. И продолжаем выпуск. Власти Кубани открыты для диалога с населением. Такую оценку работе краевых чиновников дал председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека. С Михаилом Федотовым сегодня встретился глава региона Вениамин Кондратьев. В течение трех дней комиссия президентского совета выезжала в кубанские города и станицы, где проводила приемы граждан и совещания. Губернатор края поблагодарил Михаила Федотова за высокую оценку деятельности. Органов исполнительной власти. Взгляд со стороны, ваш взгляд как профессионала и человека, который на самом деле принципом жизни избрал права человека, для меня очень важен. Насколько мы сегодня соблюдаем законные интересы и права граждан. Это сегодня важно, потому что самый основной запрос сегодня общества – это на справедливость и объективность со стороны власти. И если мы не будем отвлекаться на этот запрос, то сегодня мы можем очень дорого, а может быть завтра уж точно заплатить за это. Главное впечатление, которое я лично для себя вынес, в Край изменилась общая атмосфера. Край стал более открытым. И вот мы работали вместе с главным муниципальных образований, и все они были абсолютно открыты, они были абсолютно готовы к сотрудничеству не только с Советом, но и с жителями в решении их проблем. И отдельные проблемы мы просто решали мгновенно. Мы не контрольный орган, мы правозащитная структура. Наша задача – вы говорите о правовом поле, я согласен, но я делаю упор в словах права человека, я делаю упор на слове «человек». Также председатель Совета по правам человека рассказал, что во время выездов в районы Кубани жители в основном задавали вопросы о земельном законодательстве и долевом строительстве. Многие проблемы удалось на месте решить с руководителями муниципалитетов. Ну а в Сочи между тем продумывают, как летом организовать отдых для детей. Школьники должны оздоровиться и хорошо отдохнуть. Ну и в первую очередь пребывание в лагерях и в туристических походах должно быть безопасным. В этом году летом в Сочи будет организовано 64 лагеря с дневным пребыванием, 45 лагерей труда и отдыха, два передвижных палаточных лагеря, многодневные туристические походы и однодневные маршруты. В целом почти для 17 тысяч школьников. Об организации летней оздоровительной кампании мэра Сочи Анатолия Пахомова рассказала заместитель главы города Ирина Романец. Практики у нас наработаны, это и площадка нашего двора, и другие спортивные мероприятия. Ну как вы понимаете, надо каждый год что-то добавлять, что-то интереснее. Как мы планируем провести эту работу в этом году? У нас 16 стационарных лагерей, которые работают, и в этом году они продолжат работу, и принимают 4,5 тысячи детей одномоментно со всех территорий России. И мы, естественно, администрируем эту работу, и педагогические программы, и пребывание сюда детей организованных, и весь контроль санитарно-эпидемиологического режима. Мы это все ведем. Для наших детей, Анатолий Николаевич, безусловно, в этом году у нас будет тысяча путевок от Министерства социального развития края, тысяча из них 700 в летний период. Мы уже сейчас ведем учет потребности наших семей. Ежегодно детей в Сочи становится больше. Если взять школьников, то в 2016 году их было чуть больше 51 тысячи человек, в этом году 60 тысяч 204 ребенка. Для тех, кто никуда летом не уедет, по-прежнему будут работать придомовые вечерние досуговые спортивные площадки. Их, кстати, в этом году будет еще больше за счет новых недавно открытых парков и скверов. По статистике прошлого года на площадке нашего двора приходит более трех тысяч детей. Занимаются с ними аниматоры. В этом году они впервые пройдут тренинговую подготовку в лидерской школе вожатых, которая организовывает Всероссийский детский центр «Орленок». Уже подано 211 заявок. К слову, лето 2018 года пройдет под девизом «Твое лето, твой двор, твой Сочи». Елена Всевсен, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи мост снова собрал молодых читателей со всей России. 17-й открытый интернет-фестиваль стартовал сегодня в Хосте. Здесь собрались 150 победителей заочного этапа из 20 регионов России. Открытый интернет-фестиваль молодых читателей «Сочи-Мост» – единственный в стране читательский форум детей и подростков. В этом году он посвящен 150-летию со дня рождения Максима Горького. Одной из главных тем фестиваля стала фраза из произведения этого автора «В жизни всегда есть место подвигу». Члены жюри прочитали и обсудили более 300 конкурсных работ. И сегодня ребята представили свои лучшие творческие проекты. Это документальные очерки о наших современниках, маленькие рассказы о герое нашего времени, рецензии на новейшие произведения, телевизионные программы, стихотворения на волнующие темы. Отдельная номинация посвящена авторским сайтом. Я очень рад, что откликнулось очень много ребят, которые в сознании которых и в чувствах которых живет и зреют и произрастают семена, брошенные великими русскими писателями и не только русскими. В программе интернет-фестиваля соревнования поэтов-учтецов, обучающий семинар «Читаем слух», молодежная культурная акция «Волонтеры совести». По итогам конкурса победители и лауреатов ждут дипломы и призы, а лучшие работы будут опубликованы на сайте и в ежегодном альманахе интернет-фестивале. Театр без границ. В Сочи презентовали программы концертно-филармонического объединения, которые созданы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Международный день театра презентована комплексная программа «Неограниченная жизнь». Она продолжает тенденцию развития доступной среды, заложенной в период Паралимпийских игр и рассчитана на людей с ограниченными возможностями здоровья не только из числа постоянно проживающих в Сочи, но и пребывающих для отдыха и реабилитации. Проект был выставлен на федеральные конкурсы и получил три гранта. Среди направлений программы – концерты для детей-инвалидов и исследования реабилитационных свойств органной музыки, создание спектакля с закрытыми глазами для инвалидов по зрению, адаптация спектаклей и концертов для слабослышащих зрителей и маломобильных граждан. Организаторы отметили, что если весь мир – театр, то важен каждый, даже актер второго плана. Каждый человек на своем месте, какую бы он функцию не исполнял, какую бы он роль не играл, это будет самая настоящая, самая блестящая его роль. Поэтому я вас всех благодарю за то, что каждый на своем месте актер с большой буквы. Также в рамках презентации прошли творческие встречи с коллективами и солистами сочинской филармонии, артистами театра «Кукол» с акваяж. На майские праздники в Сочи будут пущены дополнительные поезда. Всего Северокавказская железная дорога назначила 8 дополнительных составов на 9 рейсов, а также 126 дополнительных рейсов на графиковые поезда. Дополнительные поезда совершат рейсы из Адлера, Минеральных вод и Кисловодска в Москву, из Ростова в Кисловодске и Адлер, из Минеральных вод в Адлер. Также предусмотрены дополнительные рейсы из Адлера в Санкт-Петербург, Владикавказ и Ставрополь. В целом по стране в период с 27 апреля по 12 мая назначено более 150 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Подробную информацию можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. До свидания.